Карманное издание Евангелия, предназначенное для бесплатной раздачи солдатам, уходящим на фронте Первой мировой войны. Библии, изданные в XVIII-XIX веках. Богослужебные книги, карманные Евангелия, семейные экземпляры священных книг в металлическом, кожаном и бархатном окладах, и даже атеистическая Библия XX века. Выставка вначале была, слово, совсем небольшая, чуть более 20 экспонатов. Но и этого достаточно, чтобы прикоснуться к прошлому и ощутить, как книги сами рассказывают историю. Идея выставки принадлежит отцу Александру Сухоткину. Он большой любитель старинной литературы. И много экземпляров, которые представлены у нас на выставке, предоставлены именно им. Еще большая часть экземпляров – это то, что люди приносили в течение многих лет в храм всех святых. Самая древняя книга выставки издана в 1779 году при императрице Екатерине II. Это тот редкий случай, когда немного известна история этого экземпляра. Следованный псалтырь принадлежит семье Паярковых. Для своего возраста книга сохранилась в достаточно хорошем состоянии. Скорее всего, псалтырь бережно хранилась в роду и передавалась из поколения в поколение. На полях этой книги отмечены события из жизни этой семьи. Самое главное – рождение, смерть и вступление в брак. И записи эти есть и 1700 какого-то года, и более близкие к нам, начало XX века. То есть можно проследить истории этой семьи по этой книге. Хотя многие экземпляры выставки находятся в ветхом состоянии, многие из них все-таки можно осторожно потрогать и плестать. Выставка «Вначале было слово» будет работать до Пасхи. Посетить ее можно в часы работы магазина «Церковная лавка» по адресу Проспект Мира, 50. Чтобы договориться об экскурсии по выставке с более подробными комментариями, можно обратиться к Роману Сванидзе по телефону 8 910 880 2400 без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.